здравствуйте друзья гости подписчики канала очень рад последней активности на канале вижу что вам ваш мои видео нравится и вот решил выложить очередное видео о том как я их ездил встречать рыбку значит какую именно рыбку я встречал и как я ее переводил в аквариум мы посмотрим дальше в видео а вам спасибо за то что подписываетесь на канал за то что смотрите мои видео всем приятного просмотра привет привет друзья здравствуйте гости подписчики и посетители моего канала очень рад вас всех видеть сейчас 6 утра еду встречать очередную партию рыбы вы знаете очень порадовали новые подписчики после последних видео и очень порадовали ваши теплые комментарии я несказанно рад и честно говоря даже не рассчитывал на такую активность на канале так что еще раз всем спасибо еще раз всем привет едем встречать рыбу как видите друзья на улице достаточно темно поэтому даже не знаю как буду снимать наверное уже снимать продолжу дома когда уже получу коробку так вот опять вот такая коробочка к нам приехал сейчас посмотрим кто у нас здесь так друзья давайте начнем просмотр и так аравана жардини маленькая так это у нас мегалодорос ирвини еще один мегалодорос так это у нас кто здесь а это у нас друзья чудный обитатель речки нил тетрадон хафака маханьки такой интересный сейчас мы его выпустим аквариум посмотрим на него более детально друзья тигровые сомы два штуки и кто у нас здесь еще остался и друзья гигантские гурами так еще здесь не передали пакеты большие для транспортировки что сейчас я всю эту рыбу пересажу буду переводить на воду а потом мы посмотрим на нее уже в аквариуме вот друзья наш гигантский гигантский гирокурами вот наши леопардовые сомы аравана жардини и два мегалодороса ирвини и вот друзья наш тетрадончик фаха интереснейшая рыба я уже мне уже нравится если честно такой чудной я не могу в общем друзья сейчас я буду переводить всю эту рыбу в свою водичку ну а пока друзья наша новая рыбка привыкает к новой воде давайте с вами покормим малышей а С утра я использую либо корм Тетра Дискус, либо Тетра Цихлид Стикс, либо сухие корма Тетра Колор. Как видите, рыбки активно кушают, им он нравится, но это позволяет мне немножко подкрасить рыбку для того, чтобы она, когда вырастет, была более красочной, более красивой. Кстати, не знаю, друзья, не помню, вот показывал ли вам вот эту рыбу, значит, привез я ее из Полтавы, это красный паку, видно, да, у него уже слегка краснеет животик. Значит, привез я их два, и на тот момент у меня в отдельном аквариуме на карантине сидело две панцирные щуки, маленькие, там, сантиметров по 7, 6, 8, где-то так. Значит, и паку были в размере где-то около 4 сантиметров. Бросил я, значит, этих паку к щукам на карантин. И, друзья, когда я пришел с утра покормить рыбку, я увидел следующую картину. Видите, вот спинка, вон, вон он, спинка у него черная, вот черное пятно на спинке есть. Значит, вот там, где у него черное пятно, там вообще не было плоти, то есть щука укусила, откусила, просто вырвала с мясом кусок спины, и там торчали у рыбки кости. Ну, я думал, конечно, что рыбка не жилец, сразу их отсадил в другой аквариум. Но, как оказалось, рыбка выжила, уже почти зажила. Ну, и осталось еще черное пятно, но оно, я думаю, со временем пройдет. Зажило, все заросло, все прекрасно, и рыбка сейчас активно питается, уже начала расти, и, так как она, вот, если посмотрите на второго, вот он, он чуть-чуть покрупнее будет. Ну, вот этот не пострадал, а вот этот вот пострадал, и он немного отстал в росте. Но, я думаю, это дело наживное. Главное, что рыбка у нас выжила и активно питается. Вот, ну, для заживления я использовал самодельный Милофикс. Как его сделать, я вам уже показывал в одном из предыдущих видео. Так что, вот вам, друзья, работа моего самодельного лекарства. Вот, еще заметил, сейчас около 8 часов утра, где не начались брачные игры. Ну, и, наверное, еще рановато, но... На камеру не позирует сразу, вот, я не знаю почему, но эта рыба, как только начинаешь ее снимать, она просто замирает. А вот, смотрите, как самец, как самец проявляет внимание к самочке. Вот, если обратите внимание, у самки, у самки видно вот яйцеклад, и у самца уже тоже видно, что они готовы к нересту, готовы к спариванию. Может, у них даже что-то и получится. Ну, первый нерест 2, даже если они будут нереститься, даже если получится, я, все равно, их отсаживать не буду для того, чтобы у них полностью проснулся инстинкт. Ну, тогда уже попробуем их нерестить. Так, ну что, вот, еще раз я подменил рыбкам воду, сейчас они уже практически полностью в моей воде. Вот, гурами лежит на боку, стрессует, но ничего страшного, я думаю, это пройдет. Раваша плавает. Давайте еще минут 15, пускай посидят. Кстати, давайте посмотрим, что делает наш фахак. Ну, чудная рыба. Хорошо, друзья, пусть пока привыкают к водичке, а мы давайте покормим наших пирань. Цыпа, 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 цыпа. Пиранья достаточно пугливая рыба. Ну, голод не тепка. У этих рыбок уже конкретно видно, что это хищник. Ну, если вы знаете, может не знаете, я вам расскажу. Значит, у пираньи верхней губы практически нет, потому что там идет ряд острых зубов. Вот, и верхней губы практически нет. Придумано природой для того, чтобы отхватывать большие куски пищи. Вот, этими можно отличить пиранью от обычного травоядного паку. Как видите, они молотят все подряд. И сухой корм, и рыбное филе, и креветку. Животными кормами я стараюсь их не кормить. Даю им артемию, фарш. Стараюсь разнообразить корма. Ну, вот они уже в таком размере, сантиметров, наверное, 6-7. Они уже достаточно хорошо прокрасились. У них уже видно красный плавник анальный. Вот по телу поступил краб, и даже уже... Ну, камера, конечно, плохо передает. И даже уже есть такие вот блестящие блестки по спине. Если вы не видели видео, как я их получал, обязательно посмотрите. Они приехали около трех недель, может, максимум месяц назад ко мне. В размере сантиметра два, наверное. Ну, и вот на сегодняшний день это уже такая вот рыбка. То есть, ну, здесь сантиметров 6 есть точно. Может, даже есть отдельные особи уже и по 7 сантиметров. То есть, темпы роста у них очень и очень хорошие. Ну, у рыбки достаточно хороший аппетит. Поэтому, наверное, и растут. Ну, вот еще вижу такой момент. Наверное, надо их все-таки чаще кормить. Потому что у некоторых особей покусанные хвостовые плавники. Наверное, стоит кормить их чаще для того, чтобы не грызли друг друга. Потому что у пираний в подростковом возрасте очень сильно развит каннибализм. Вот, кто будет себе заводить такую рыбку, учитывайте этот факт. Что ж, давайте, друзья, еще раз подменим водичку нашей новой рыбки. Это аквариум, который я подготовил для карантина нашей новой рыбки. Я оборудовал укрытиями для сомиков. Сюда я отсажу два леопардовых сома, два ирвени и гурами. Хафак у нас пойдет в наш карантинный аквариум отдельно. Я думал вместе с ним посадить аравану, так как она достаточно мелкая для сомов и гурами. Боюсь, чтобы они не начали ее обижать. Но, с другой стороны, она и достаточно крупная для фахака. То есть, вот наша аравана, сравните. И вот наш хафак. То есть, я думаю, она может попытаться его проглотить. И это все закончится плачевно. Поэтому, друзья, я, наверное, все-таки рискнул. И посажу аравану к нашим малышам вот в этот аквариум. Остальную рыбу пересажу вот сюда. Ну и фахака пересажу в наш карантинный аквариум. Там пока выключен свет. В отличие от других аквариумов, свет здесь включается вручную, а не по таймеру. Но, опять же, это карантинный аквариум. И там, в принципе, светит постоянно незачем. Что ж, друзья, ждем еще минут 5-10. И будем потихоньку пересаживать нашу рыбку. Добавляем нашу рыбу. Угурами сразу спрятался. Ну, тут и понятно, он испытывает сейчас стресс. Я думаю, к вечеру он отойдет. Он мне уже нравится. Интересный такой клюв. Так, теперь наша задача загнать самок сачок. Сачка мелкого у меня-то нет. Сразу крови поймали. Смы уже достаточно крупные и активные. Субтитры добавил DimaTorzok. Гурамыш наш спрятался Ну пусть себе прячется Так что ж, теперь Дело за ароманой Миколадураса Миколадурасы достаточно упорок, малоподвижные Сейчас попробуем их рукой, они достаточно колючие Поэтому руками их лучше не брать вообще Так, вот наши два соника Нашел себе норку распылителя Так, друзья, ну что, норку мы пересадили Теперь займемся ароманой Миколадурасы Режим Вот наша девочка. Да, она достаточно маленькая, но здесь ярко выраженной агрессии нет ни одной рыбы, так что я думаю, здесь ее обижать точно никто не будет, пусть подрастает с этими малышами, а потом ее отсадим в более крупной рыбе. Я даже думаю, она здесь не должна испытывать стресс, так как будет находиться возле достаточно активной рыбы, она должна достаточно быстро освоиться здесь. Кормлю я этих рыб 3-4 раза в день, так что стены нужно уже здесь достаточно быстро. Ну и что друзья, пришло время пересаживать нашего тетрадона фахака, сейчас мы сольем немножко водички, вот примерно как-то вот так. Вот наш малыш, пересаживаем его в новое жилище. Плыви дружок. Как он ворочает глазами, это надо видеть. Ну что ж, расти большой, а мы будем наблюдать за тем, как ты растешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова